22 июня 1941 года, день памяти и скорби. 9 мая 1945 года, день победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это утро для жителей деревни Ощерина особенное. На протяжении многих десятилетий перед Днём Победы они собираются возле обелиска павшим солдатам в годы Великой Отечественной войны, чтобы почтить память погибших земляков в том кровавом сражении добра и зла. Это один из самых грандиозных, самых выдающихся праздников нашей России. И те завоевания, которые сделали наши великие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, это не имеет права быть забытым. Мы обязаны поддерживать тот героический дух и подвиг, который они совершили. Высоко нести боевое знамя Победы, которое вооружено над Рейхстагом. Акция вахта памяти в каждой из семи деревень сельского поселения Развилковская советских времен проходит ежегодно. Сотни неравнодушных местных жителей возлагают цветы к памятникам и вспоминают годы Великой Отечественной войны. Главный праздник страны здесь отмечаются слезами на глазах. Школьники читают патриотические стихи, священнослужители проводят панихиду. И все вместе люди молятся об упокоении павших солдат и о здравии ныне живущих под мирным небом земляков. То, что у нас участвует школа Развилковская всегда, и с поколения в поколение дети готовятся к этому празднику, зачитывают имена героев, которые ушли на фронт. Это очень важно для предрастающих поколений. Вы видите в этом году, сколько детей пришло из детского сада. У нас одна память на всех, одна история на всех. И мы должны хранить эту историю, пока живы наши ветераны. Они должны нынешнему поколению молодежи, детям, рассказывать о истории войны. И я думаю, что дети наши вырастут настоящими людьми. Навек запомни, тут лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожилел и Родину сберег. Мой сложок полышится среди больших знамен. Более 850 жителей Развилки ушли на фронт, половина не вернулись. Многие из них, как и эта молодежь, тогда были молоды и строили планы на будущее. Но судьба распорядилась по-своему. Они отдали жизни ради этих детей, которые теперь могут жить в мирной стране. Я поняла, что война была тяжелая, что многие выживали с огромным трудом. Наши деды, прадеды одерживали победу, боролись и наконец-то победили немцев. Патриотическое воспитание подрастающего поколения напрямую влияет на то, сможет ли наша страна в случае повторения трагедии в очередной раз доказать, что русский дух сильнее любого противника. И пока мы будем помнить о подвиге дедов, сила и сплоченность будут с нами. Юлия Погосян, Алексей Рудник, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.